А теперь о сложной спасательной операции, которая происходит в эти минуты в Нижегородском районе. На улице Деловой груженый КАМАЗ улетел во враг. Водитель оказался зажат в искореженной кабине. Обратно давай, он здесь лежит, он здесь лежит. Ну что, мы отжали, где у нас отжар? Это живой пока. Но придавлено, ну, слышно же разговор, там, нога что-то куда-то, куда-то, вот. Они пытались разжать, но, извините, КАМАЗ разжать, это нелегка ушка где-то там. Грунт подвижный, грунт очень мягкий, КАМАЗ постоянно проваливался внутрь. А также то, что не с каждой стороны можно ему подъехать, спецтехника на мягкий грунт не устанавливается по технике безопасности. Поэтому операция довольно-таки трудная. А водитель приехал, если где-то там засыпали, он думал, там жест, ну, в смысле, уже утрамбован. А оказалось не утрамбованно, и все. Машина тяжелая, промяло. При разгрузке земли, я не знаю, для уплотнения грунта или для чего, для прочего, для последующего строительства, он не выдержал интервал перед краем обрыва. Если с тем, что, как вы видите, уклон очень довольно-таки серьезный, градус уклона большой. КАМАЗ затянуло подвесом своим собственным, подвесом груза вниз. Че, чувствуешь ногу? Ногу чувствует? Медики, в осилке! Осилки давай! Ну, че там? Видите ногу-то его? А в каком базисе поезжать, Димаш? А? Влажка. Димаш? Ребят, я выйду. Слав, ты вспомогай, я. Ну, больно, больно. В руки вспомогай. Я не убилялся. Положим больно. Выше, выше, выше. Давай, толкай. И, вверх. Стоп, еще, еще. Кстати, операция по извлечению водителя длилась полтора часа. Как выяснилось, он отделался переломом ноги и его отправили в больницу. Сейчас сотрудники МЧС ожидают тяжелую технику для того, чтобы попытаться извлечь КАМАЗ. Продолжение следует.